В конце февраля Владимир Романов был утвержден на должность начальника ГИБДД Чувашия. Сегодня на пресс-конференции официально и публично об этом сообщили. Хотя главная тема встречи с журналистами, все же ситуация на дорогах республики в первые два месяца 2013 года. На пресс-конференции побывала и наша съемочная группа. Цифры статистики удручающие, как и в целом по России, произошло снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий. Но при этом растет количество погибших. Только в январе на дорогах Чувашии погибли 30 человек. Всего же с начала года 43 человека стали жертвами ДТП. Рост по сравнению с 2012 годом почти в два раза. Получили ранения различной степени тяжести почти 300 человек. Как и в прошлом году, человеческий фактор – основная причина трагедии. Из 236 нарушений, 191 произошло по вине водителей. 12 нарушителей задержаны в нетрезвом состоянии. Наказание для них будет во много раз строже. По сравнению с прошлым годом произошел рост ДТП по вине пешеходов. Самыми аварийными местами остаются пешеходный переход по улице Гагарина и ряд переходов в Новоюжном районе столицы. По словам Владимира Романова, установка приборов видеонаблюдения – одна из самых эффективных мер по уменьшению количества происшествий. Основной резерв безопасности на дорогах. Под неусыпным оком Большого Брата водители и пешеходы нарушают правила намного реже. В прошлом году мы уже говорили, что закупили на 17 миллионов 19 приборов. Они будут установлены в апреле месяце. То есть проблема стоит в том, что подводка и подключение долго связываются с этими приборами. В связи с тем, что надо согласовываться с коммунальными технологиями, согласовываться и с дорожными органами, чтобы все было законодательно принято, чтобы участник в дорожном движении потом или обжаловал данное постановление, мог все это законный интерес получать свои права. Потому что мы их будем устанавливать, согласно нашего анализа, вы, мы, мы представляли, на очагах аварийности, а не так, где мы хотим, чтобы какие-то только числе и только штраф. Большую помощь в борьбе с нарушителями оказывают внештатные сотрудники – ветераны службы, общественные помощники и юные инспекторы дорожного движения. Только в Чебоксарах уже есть 192 общественных инспектора. Эти люди будут стоять в форме жилета ДПС, потому что они имеют право уже как общественные инспектора. И будут фотографировать нарушение права ударного движения. После этого мы будем привлекать или прохладать киевские беседы в отношении нарушителей ГИБДД. По данным ГИБДД, самые аварийные дни – понедельник, среда, пятница. Утром и вечером инспекторы просят всех жителей Чувашии быть осторожными и внимательными на дорогах, чтобы не пополнять печальную статистику. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Андрей Шоклев, Республика.